Друзья, всем привет! Вы на канале Мой Сад Моя Гордость и с вами Елена. Сегодня мы поговорим о гортензиях, о наших красавиц, можно сказать, королевах сада, которыми мы любуемся на протяжении всего лета до осени. И сегодня мы будем говорить, потому что начали задавать мне вопросы, чем обработать в зиму, под зиму, то есть свои гортензии. Друзья мои, вот, и обрезаю ли я свои гортензии или нет, друзья? Хотя есть у меня уже ролики, да, но все равно, то есть на канале люди все прибавляются, поэтому многие не знают, многие кто-то только-только начал заниматься гортензиями, поэтому ролик, конечно, и для вас, и для них, друзья, и для начинающих садоводов. Друзья, конечно же, я свои гортензии не обрезаю. Обрезаю только сами метеки, это что касается древовидных и метельчатых гортензий. Вот, это, опять же, мое мнение. Хочу сказать, что многие обрезают. У кого, конечно, весной рано не может приехать человек, да, какой-то бездорожник, и человек просто каким-то способом, ну, не может доехать до своей дачи, да, и сделать обрезку. Поэтому обрезку можно сделать осенью, друзья мои. Вот. Я обрезку своей гортензиями делаю весной, потому что я живу в своем доме, я вышла, обкопала ее, обрезала, насколько мне надо, то есть все. Вот. Чем я обрабатываю? А, насколько обрезать гортензию? Это же, опять, вы должны видеть, насколько вы хотите видеть свою гортензию на будущий год, да, если с крупными метелками, да, то я свои гортензии обрезаю на одну-две почки, то есть вот отсчитываю две почки, да, и обрезаю. То есть, ну, это, конечно, я делаю с самого низа, да, то есть вот каждая веточка, каждое разметление я оставляю по одной или две почки, в зависимости от того, как, насколько я хочу видеть метелки, да, насколько пышно я хочу видеть метелки. Вот. Ну, конечно же, это дело каждого. Каждый формирует свою метельчатую гортензию, насколько он хочет видеть свою гортензию. Вот. Кто-то вообще не обрезает. И метелок просто достаточно много, и, конечно, пустяки такие настолько хлюпкие, поэтому, вот. Ну, кто-то, может быть, не знает, как это сделать. Поэтому, вот, я обязательно оставлю ролик в конечной заставке, как я обрезаю свои гортензии весной, да, обязательно вставлю ролик в подсказки. Заходите, смотрите, друзья. Вот. Сейчас я обрежу только-только метелки. Кто-то и метелки не обрезает, да. Но так как у нас очень много снега, и гортензия просто может напросто переломиться, да, под тяжестью снега, да, вот. Особенно, вот, смотрите, полярный медведь, у него очень крупные метелки. Он достаточно такой, если снега очень много, то есть они просто могут веточки переломиться. Поэтому я обрезаю веточки, ну, соцветия, сами соцветия, чтобы не было задержания снега, друзья. Чем я обрабатываю? Это, конечно же, фундициды. Обязательно обрабатывайте свои гортензии весной и осенью, друзья. Это я использую железный купорос 4-процентный, то есть разводится он 200 грамм, 200 грамм разводится на 5 литров воды. Вот, предварительно размешали в какой-то емкости, не пищевой, да, хорошо перемешали, процедили, и только тогда заливайте в бачок поливизатор для того, чтобы обработать свои гортензии. Вот, тем самым мы поможем листочком сбросить листья гортензии, обработать от грибковых заболеваний. Вот, это может быть и бордовская смесь, 100 грамм здесь в пачке идет на 3 литра воды, друзья. Либо тем, либо тем хорошо действует. И тот фундицид хорошо, и этот фундицид действует очень-очень хорошо. Обязательно обрабатывайте свои гортензии, чтобы они у нас не болели, чтобы вы чувствовали себя хорошо, и на будущий год, естественно, нас радовали, друзья мои. Вот, запомните, железный купорос и бордовская смесь, друзья мои. Обязательно. И, конечно же, кому понравился колик, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем вам хорошего настроения, теплой осени. И хочу пожелать здоровья вам и здоровья вашим растениям, вашим саду. И до новых встреч. Пока-пока.